Приветствую! Да, в учебном центре специалист. И давайте познакомимся. Меня зовут Дугин Денис Алексеевич, я преподаватель по компасу, то есть я читаю его на белорусской. Сам я закончил Московский авиационный институт по специальности ракетная система. В настоящее время работаю, например, в СУЭКе и занимаюсь тем, что проектировано стандартное оборудование для фабрики. Также имею научные пути и занимаюсь системами, сложно нагруженными системами. Хорошо. Минус по центру. То есть, как вы знаете, специалист имеет несколько в городе Москве по разным направлениям. Одно из них как раз таки направление, которым занимаемся, это компас 3D. На слайде видно статистика, с которой вы можете ознакомиться. Ну, хорошо. Так, давайте договоримся вот еще. Я предлагаю, чтобы у нас был не просто рекламный семинар, а также прошу вас задавать вопросы, то есть писать их в общий чат. Я буду отвечать на них, делиться какими-то секретами, информацией, чтобы у нас получился что-то наподобие диалога. Вопросы? Пока нет вопросов. Хорошо. Я наш семинар разбил на несколько пунктов. Да, я немного расскажу, что такое компас, где его применяют, какие задачи он решает. Да, рассмотрим отличия от других версий, потому что, когда ко мне приходят студенты, они всегда спрашивают, а чем отличилась та или иная версия от текущей. Расскажу про интерфейс, настройки, поговорим про операции построения, какие мы изучаем в данном курсе. Поговорим про конструкторскую документацию. И я сделал некий стресс сравнение с зарубежной кассистемой. Это будет инвентар. Так как мне приходится работать как в компасе, так и в инвентаре, могу их собрать, чтобы я добавил из той, либо из другой программки. Так, ну и давайте приступим. Курс поможет узнать. Тот курс, который я предоставляю на данный момент, это первый модуль, который рассчитан на слушателей, которые либо работали до этого в саппорсистемах стороннего плана, либо только начинают осваивать 3D-проектирование, 3D-моделирование. То есть, на наших курсах я расскажу, как правильно строить, точнее, с чего правильно начинать построение моделей, как выбрать плоскости, как строить эскизы. Как раз таки рассматриваем основные операции. строение, да, показываем, рассматриваем, как оформляется конструкторская документация, сборки, то есть полный комплект. Что получаем мы на выходе? То есть, после занятий каждый слушатель может открыть конспект, который он вел, либо запись, да, и самостоятельно построить деталь как по чертежу, так и самостоятельно построена. То есть, мы полностью охватываем базовый курс знаний. Хорошо. И перейдем давайте к сравнению. То есть, большинство студентов, да, то есть, которые приходят ко мне на занятия, они до этого работали в версиях либо до семнадцатой, да, и очень мало кто работал в современных. То есть, семнадцатая, восемнадцатая версии. И все как раз таки интересуются, в чем отличие. Отличие. То есть, на данном слайде показано, что отличие это в интерфейсе и общие. Хочу отметить, что в новых версиях мы можем настраивать более комфортный интерфейс, то есть, менять его на темную, да, темную тему, что позволяет, ну, не так сильно нагружаются глаза. То есть, работа становится эффективнее. Да, теперь компас позволяет при работе разделять экран не на вкладки, да, как было в шестнадцатой версии, а делить при этом на абсолютно два независимых экрана. То есть, можно работать сразу параллельно. Также появилась возможность, связанная с тем, то, что если раньше вы в каком-нибудь окне забывали выключить ту или иную операцию, да, и при работе с другой деталью вы не понимали, почему у вас не вызывается команда, не дается редактировать, и приходилось перещелкивать кучу вкладок, искать, где ты забыл отключить ту или иную команду. Сейчас все этого нет, вы можете спокойно на каком-то этапе остановиться в одном акте редактировать и продолжить деталь редактировать в соседнем. Также, что появилось еще новым? Мне нравится, что появилось в восемнадцатой версии, это поиск команд. То есть, при построении, когда у тебя стоит сложная задача, да, нетривиальная, там, выдавить прямоугольник, кружочек, при работе с плоскостями, либо каркасом. Сложно вспомнить, как называлась правильная команда, и в окне поиска я покажу. Можно начать вводить информацию, компас сразу покажет допустимое сочетание. Хорошо, это то, что касается общего интерфейса. Что изменилось в 3D? В 3D программа стала работать шустрее, то есть большие сборки, то есть он начал намного эффективнее прокручивать, переворачивать, прожевывать. Это связано с тем, то, что помимо своих настроек, которые мы можем сделать, да, это частичная загрузка сборок, либо ее компонентов, да, компас самостоятельно начал подгружать. То есть при изменении масштаба он подгружает лишь ту область, которая видна в поле экрана, а другую он гасит. При этом массо-центровочные характеристики не меняются, геометрия не изменяется, просто она не видна. Что также мне понравилось, что наконец-таки начал читать формат STL, да, то есть если вы работаете с 3D-сканерами, да, вы знаете, вы получаете блок точек, и раньше, да, в 16-й версии приходилось воспользоваться сторонними продуктами, чтобы перевести там в Parasored, либо еще формат 3D, чтобы открылась компас. Сейчас компас это проглатывает самостоятельно. Ну и да, то есть с каждой версии я выделил, то есть появляется теперь для листового материала AirBrow усиление на отгибе детали. То есть каждый год, как анонсируется новая версия, разработчики добавляют новые возможности, что вот в том же инвенторе, к сожалению, очень скудный набор инструментов, которые можно использовать. Даже один из моих студентов как-то сказал, что компас это академический инструмент, в котором очень много иконок, много команд, что требует определенного подхода к нему. Так, и давайте еще по чертежикам. По чертежикам, что здесь у нас изменилось. Так как программа отечественного, она нацелена на российский рынок, стандарты все у нас по ГОСТу. Но это не значит, что все все делается так строго. Компас достаточно гибкий, а я вам покажу настройки, что позволяет его настроить под любые требования на предприятии, на заводе. То есть настройка буквально до толщины, ширины стрелок. Возможно, это очень напоминает автокад, которая также. Так, что по чертежам я выделил. Таблица достаточно большая. Что мне нравится, что в отличие от 16 версии, так как у них изменился полностью интерфейс, добавлять форматки, изменять видимость тех или иных объектов, скрывать их. Оно стало доступно буквально за счет одного-двух кликов. То есть не нужно больше открывать кучу вкладок, либо меню, чтобы вызвать, либо добавить новый лист, форматку. Что мне еще нравится. То есть раньше, когда при работе с чертежами, у моих студентов сталкивалось то, что было золотое правило. Если ты работаешь каким-нибудь видом, ты должен его подсветить, чтобы он стал синего цвета, и тогда совершать над ним необходимые для тебя операции. То есть это простановка, скажем, размеров, шероховатости, да, то есть оформление. И бывали случаи, что, да, забывали подсветить, ставили на неактивном виде, а потом менялась деталь, а размеры оставались на месте. То есть это был такой большой минус серьезный. И начиная с 17 версии по сегодняшней, то есть компас этот минус исправил, теперь работая с видом, он автоматически становится активным, и это приятная работа, приятный плюс. Ну и в последней версии, да, то есть в чертежах они добавили немного, но тоже такие приятные, приятные плюсы. То есть помимо осевых линий, что можно ставить сетку по центрам, да, у них появилась возможность перестраивать отдельно ассоциативные виды. То есть раньше, если вы хотели обновить чертеж, он обновлялся целиком, захватывая основную надпись и виды. Да, то теперь достаточно выбрать только один вид и обновить его. То есть, скажем, вам нужно его распечатать на отдельном листе, либо показать заказчику, да, какой-то предварительно. Обновили, вывели на печать и дальше продолжаете работать с моделью. То есть, вот какие есть новинки в компасе. Вопросы? Хорошо. Тогда у меня в следующий слайд, как раз я много говорил про интерфейс. Давайте посмотрим, потому что это, да, большой, как правильно сказать, большой раздел, достаточно интересный. И это то, чем гордится Ascon. Обратите внимание, я буду показывать мышкой интерфейс. Я написал компас 16 версии. На самом деле интерфейс менялся с 12 версии. Да, может быть, менялись значки, добавлялись. Но он выглядит вот таким образом. Все значки с операциями сосредоточены на панельках, которые можно вынести влево, вправо. И при работе приходилось их перетаскивать то в одну сторону, то в другую. Они могли исчезнуть. То есть, был некий демофорт. И сбоку панель. И в связи с тем, то что при работе требовался большой объем значков. Поле, графическое, на котором был наш чертеж, наша модель, она постепенно все уменьшалась, уменьшалась. И не покупать же под каждый новый проект большой монитор все больше и больше. В связи с чем, появился новый интерфейс. Обратите внимание, то есть я сейчас как раз таки черную версию включил, да, темную. И цветные значки. Давайте посмотрим в живую. То есть, обратите внимание, я сейчас переключился, уже на компас открыл. Здесь у нас представлена одна из ракет. Не бойтесь, не наша. Вот. Что я хотел показать. В отличие от других версий, сейчас все скомпоновано по разделам. То есть, они вполне логичны, все подписаны. И вы наглядно видите, где какая клавиша находится. Да, я много уделил внимания темам. То есть, черной и светлой. То есть, теперь для того, чтобы изменить интерфейс, не нужно находить настройки. А с конуса вынесли кнопку, что позволяет менять. Вот светлая сейчас тема. Менять на темную. Да, то есть, опыт показывает, что темная все же приятнее для глаз. Так же сохранилась настройка значков. Пожалуйста, светлая, как было представлено на презентации. И я уделил внимание то, что из-за того, что значков становится все больше и больше, рабочее пространство уменьшается. Сейчас вы можете сократить до двух строк, до одной строки. То есть, вне зависимости от разрешения компьютера, до габаритов его. Вы всегда можете увидеть вашу модель. Три строки. Так. Есть такое. Вопросы. По интерфейсу. А это ленты теперь называются в корпусе? Да. То есть, что еще? Вот у нас сейчас на нашем семинаре рассматривается только твердое, да, построение твердых тел. И чтобы не загружать, да, снова интерфейс, вы диалоговое окно можете раскрыть и переключиться между тем или иным способом построения. То есть, есть и каркас, есть и плоскости, листовой материал. То есть, не нужно добавлять новых значков, они просто будут меняться в вашей ленте. А здесь, как обычно, есть модули, которые отвечают за строительство, какие-то там гидр-сооружения. Это есть в комплексе или это только разрабатывается? Просто в AutoCAD есть какой-то там строительный модуль, а как дополнительно приобретается. Так, хорошо. По, вопрос такой, по строительной. Да, в компасе есть дополнительная библиотека строительная. То есть, вы можете делать сначала плоский чертеж, да, как оси, стены, потом выдавливать вверх. Если как строитель трубопровода, да, вот эти TH, 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 N, P, CH, то тоже есть модуль, вы можете тянуть трубы, подключать их к насосам и в спецификацию все это загонять. Это приобретает дополнительную? Да. По контракту, да, с ними договорились. Со сконом? Со сконом продается. Так, вопрос от вас, Василий. Сейчас, 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 сейчас. Бывают ли вылеты при закрытии чертежей? Про стабильность отмечу, что стал работать гораздо стабильнее. Бывают моменты, что при больших сборках, при нагрузке может вылететь, да, зависности вылететь, но при этом подгружает последние изменения. На мой взгляд, вот работая в автокаде и в инвентаре, инвентар вылетает чаще, чем он при работе с большими сборками. Так, хорошо. У меня следующий слайд. Про настройки под себя. То есть, что мне также нравится в компасе, то, что его всегда можно настроить под себя. То есть, на каком-либо предприятии, то есть сторонний саппор, когда работаешь, всегда приходится искать где-то в интернете наши стандарты, госты, да, там, ассортаменты на трубы, материал, то в компасе это уже зашито, даже в базовой версии. И с этим достаточно приятно работать. Сейчас также откроем наш компас и покажу, где это находится. То есть, у нас есть на панели вкладка настройка, параметры. Раньше это было наоборот, параметры, настройка. Сейчас настройка, параметры. И смотрите, у нас есть окно, которое также логично разделено. Система, новые документы, текущий чертеж, текущее окно. То есть, двигаясь слева направо, вы можете настроить в системе настройка лицензии, настройка экрана, то есть это фон рабочего поля, цветовая схема. То есть, у меня сейчас черное, я рекомендую всем своим студентам обрамление оставлять черным, да, значки цветными, а рабочее поле пусть как раньше было белым, либо градиент как в 16 версии. То есть, достаточно контрастно. Дальше в системе настраивается печать, файлы, то есть все, что относится к системе. В следующей вкладке, новые документы и текущий чертеж. Здесь происходит настройка во вкладке новые документы. Это будущий документ, который будет создан. То есть, скажем, текстовый документ, графический. То есть, в графическом разделе вы можете настроить это и линии разрыва, размеры, что я также рекомендую всегда делать. То есть, задавать их параметры. То есть, высота, наклон, стрелки, точность, да, плюс здесь в компасе сразу заложен модуль, который отвечает за то, что за настройку для машиностроения. То есть, пожалуйста, вы можете, как я говорил раньше, шероховатость, отклонения, допуски, обозначение изменений. То есть, что это есть уже в настройках. Ну и давайте еще третью рассмотрим. Текущий чертеж. То есть, этой вкладкой удобно использовать, если у вас какой-то нестандартный, скажем, лист, да, для заказчика его надо. В системах вы можете отдельно настроить просто текущий документ, поработав в нем, вывести на печать, либо сохранить. И все, больше не возвращаться к данным настройкам. Так же удобно, что после настройки всего компаса, да, чтобы не повторять данную процедуру на каждой машине, достаточно сохранить ваши настройки в отдельном файле и раздать своим коллегам, которые его просто подгрузят. И тогда, скажем, во всем КБ одни настройки. Есть такая. Сейчас я запущу. Так, ну хорошо. Вопрос есть по настройкам, по интерфейсу? Нет. Хорошо. Тогда перейдем к тому, чему я вас научу на своих занятиях. То есть мы рассматриваем на занятиях четыре основных операции построения. Это операция построения выдавливания, да, то есть классический способ, когда мы сечение выдавливаем по нормали. Создаем квадратик, потом вырезаем из него, постепенно строим. Также мы с вами рассматриваем операцию вращения, в качестве примера представлены ракеты. Операция по траектории, пример. И операция по сечению. Четыре основных операции. То есть первое, уделяется достаточно большое время, порядка двух дней мы занимаемся, то есть восемь часов академических. Потому что рассматривается не только построение самого твердого тела, но и рассказываю, какие требования предъявляются к эскизам, какие ограничения накладываются. То есть стараемся построить не просто деталь, а сделать ее параметризованной, чтобы при дальнейшем редактировании, при изменении каких-нибудь размеров, габаритов, не менять ее целиком, а поменять два-три размера и наша деталь красиво перестроится. То есть сокращаем время на доработку, экономия. Да, также знакомимся, как заполняются свойства, как правильно его заполнить, почему эффективнее заполнять технические требования сразу в модели, задавать шероховатость, то есть грамотное построение твердого тела. А это то, что касается выдавливания. Следующая операция, с которой мы знакомимся, это операция вращения. Снова рассмотрим ограничения и из эскиз, но уже будем добавлять такие элементы, как вспомогательная геометрия, плоскости, оси. Начинаем работать с библиотеками, которые встроены в компас, а именно конструктивными. То есть посмотрим, как ставить шпонки, отверстия. То есть вариант рассмотрим, когда мы делаем паз под шпонку вручную и как он строится с помощью библиотек встроенных. Так, операция по сечениям. Наверное, одна из самых любимых операций для моих студентов. Потому что операция интересная, достаточно, я бы сказал, простая, но, конечно, есть определенные требования к эскизам и к траектории, которая накладывается. И ее очень рекомендую изучить, потому что если вы работаете с литыми деталями, либо у вас есть элементы, как на самолете, например, когда изменяется в двух плоскостях объект, то без операции по сечениям его построить не получится. Так, и последняя операция, которую я также уделяю внимание, это операция по траектории. То есть операция полезна тем, кто занимается, ведет трубопроводы, какие-нибудь электрику, да, ну и просто пружинки. Потому что мы на занятиях рассматриваем два способа построения этой траектории. То есть я даю построение траектории по плоскости, да, рассматриваем построение в пространстве, то есть 3D. И благодаря студенту попросили меня, чтобы я показал, как строятся пружинки. То есть я объединил три варианта построения в одну деталь, и мы с занятием как раз-таки познакомимся. Как пружинку построить и трубопровод провести. Так, это что касается операций. Вопросы по операциям? Нет. Хорошо. Так, сборочные единицы. Также на занятиях мы изучаем построение сборочных единиц. Мы это буквально начинаем на третий, четвертый день, чтобы успели потренироваться. Что мы делаем? То есть мы рассматриваем не просто добавление одной-двух деталей, да, их соединение в пространстве. Да, мы пытаемся... То есть я рассказываю, как отредактировать детали на месте, да, чтобы не открывать отдельный файл. Какими лучше приемами использовать, да, для проецирования отверстий, чтобы сократить время для построения. Да, также уделяю внимание для работы с библиотеками. То есть я рассматриваю два варианта добавления стандартных элементов, таких как болты, гайки, шайбочки. То есть добавляем это поштучно, да, чтобы понять механизм добавления с работами с библиотеками. И также рассматриваем ситуацию, когда необходимо добавить сразу пакет крепежных элементов. Есть у нас такой момент. Для студентов, да, также попросили, показываю, ну для всех, как создается разнесенная деталь. То есть с помощью буквально одной операции, чтобы получить красивый разнесенный вид. То есть если раньше приходилось детали разносить, задавать для них какие-то ограничения, и потом это редактировать, то сейчас это выводится в отдельный режим работы, что также эффективно, красочно и очень удобно, полезно знать для работы. Что мы делаем со сборками еще? После того, как мы закончили создание сборочной единицы, мы строим спецификацию и делаем чертежи. Что касается конструкторской документации. Это достаточно большой раздел также, и я его разделил на два занятия. То есть уделяем достаточно долго непосредственно созданию чертежа деталей, то есть добавление деталей на поле чертежа, построение ассоциативных видов, плюс работаем с элементами оформления, помимо размеров, это постановка баз, допусков, до шероховатости, пишем тех требований, все то, что может пригодиться на чертеже. Также рассказываю, как добавить листы дополнительные, почему это удобно, как добавляются произвольные виды, разрезы, сечения, то есть все мы рассматриваем на занятии, когда делаем детали. Вторая часть отводится на создание чертежа для спорочной единицы, то есть тренируемся в расстановку позиций, рассказываю также несколько способов, вручной и автоматический, и показываю несколько способов заполнения основной надписи, в том случае, если нету PDM-системы, когда заполняется не только вручную. Ну и, конечно же, печать отдельная. Отдельная, уделяю внимание также печать. И, конечно, при работе со сборками, это работа со спецификацией, то есть настройка спецификации, добавление туда бесчертежных каких-нибудь элементов, создание дополнительных разделов, и синхронизация позиций чертежа и позиций на спецификации, то есть, что позволяет при дальнейшем изменении сборки нам не перестраивать позиции вручную, чтобы это выглядело все автоматически. Ну вот, что касается, вкратце, что мы проходим на занятиях по компасу, да, вопросы, нет вопросов, хорошо. Так, давайте, я сделал, как обещал, небольшой срез, возможность, да, сравнил с инвентором, инвентором, скажу, 17-й, 17-й версии, в настоящий момент я работаю, и компас 18-й. Как вы видите, я выделил несколько пунктов основных, которые я посчитал, это твердотельный моделированный, листовой материал, поверхности, металлоконструкции, сборки, оформление чертежей, расчеты, встроенные библиотеки и настройки программы. А походу, где можно, отмеченный вопрос? А вот УДСК университет, это что такое за мероприятие? Сейчас я отвечу, хорошо. Когда выделил несколько пунктов, они есть как и в компасе, так и в инвенторе. Но, что касается, например, листового материала, который достаточно распространен, инвентор все же имеет малый набор команд, и некоторые простые элементы, такие как жалюзи, достаточно получаются сложным способом. То есть, если в компасе одна операция, то в инвентор приходится достаточно долго копаться. Поверхностное моделирование, в принципе, я работаю с ним, но не так, чтобы сказать, меня устраивает, что есть в компасе, что в инвенторе. А вот металлоконструкции, хочу отметить, что в связи с тем, что все же инвентор нацелен больше на стандарты другие, очень сложно подбирать наши сортами. Те же самые швеллеры, бутавры, скудный выбор, что не всегда удобно. По сборкам. То есть, обе программы позволяют создавать сборки. В инвенторе они получаются красочнее, но есть один нюанс, который мне очень не нравится, то, что при, скажем, исключении той или иной детали, которую я делаю, скажем, для того, чтобы поработать с узлом, просто скрыть его, он создает автоматические исполнения. И потом начинается недопонимание, что он создал исполнение. Не всегда это корректно для работы. В чертежах. По оформлению чертежей, да, здесь у меня пометка есть, что слабое и СКД. Действительно так, несмотря на то, что есть у них библиотека, сложно связано с тем, что очень много времени отнимает для оформления. То есть, например, не всегда можно поставить нужную стрелку, и приходится использовать дополнительный эскиз на форматке чертежа. Самому приходится это все достраивать. Расчеты. Преимущество инвентора, то, что он считает сварные соединения. То есть, если в компасе необходимо, чтобы детали как-то пересекались, и он принимает, что они единое целое, то в инвентаре достаточно наложить сварной шов, да, и он уже деталь считается сварной. А, это плюс. Встроенные библиотеки, ну, так же повторюсь, есть наши стандарты, болты, гайки, но большинство, конечно, зарубежных. Ну, и настройки компаса. Да, я уже говорил, что он настраивается полегче, интуитивней. Все на руках. В инвентаре, конечно, приходится копаться. Вот эти две настройки, как параметров, так и настройка модели, в разных местах лежат. Не всегда. Так, ну, и под конец рассмотрим, что место в цепочке компаса у нас заходится по разделе Саппор, да, очерчение, базовый курс для пользователей, как отдельный подвид нас выделен. И последнее замечание, кому будет полезно, то есть, для кого эта программа. В настоящий момент, помимо инженеров, руководителей, студентов, также проходят соревнования, наверное, вы слышали, WorldSkills, в которых наравне с инвентаром используется и компас. То есть, программа перестает быть не только для профессионалов, да, но и также уже служит как соревновательный инструмент среди молодых специалистов. По окончанию курса вы получите документ об окончании, да, сертификат от Оскона и от специалиста. Здесь представлен мой, ну, моя почта и контактный телефон центров, если у вас будут вопросы, на которые вы можете обратиться. Какой еще хотел сделать замечание? Филипп я вам выдал. Сейчас коллегам покажу. То есть, я на лекциях не только работаю сам, как бы назвал это. Так, заставляю работать студентов тоже. Погрузиться. Да, то есть, есть, я выдаю домашние задания студентам, да, то есть, вот так выглядят печатные здания, в которые представлены, да, не только детали, которые мы делаем в классе, да, обратите внимание, начинаем с простой, но и есть элементы, которые студенты делают дома. То есть, да, детали похожи, есть такие же элементы, но приходится над ними подпрудиться. Домашнее задание состоит из двух частей, то есть, есть легкая часть и есть сложная. То есть, часть заданий взята как раз-таки в соревнованиях по WorldSkills, на которых можно отработать свои навыки и умения. Домашние задания я проверяю, предоставляю потом по ним срез и расшлю студентам и разбираем их на занятиях. Давайте, коллеги, вопросы, что-нибудь. Я не сталкивался с ним, пока не смотрел, но я так понимаю, что, может, это соревнования. Ну и вот, если интересно, вот эти модели, представленные здесь, то есть, построенные также в компасе, да, сотрудничал с одним модельным агентством, они просили делать для них вот такие модели.